Юбилея. Спасибо. Жили на односторонке пять или шесть домов друг от друга. Вот дружили с 10 класса. Я пока училась пять лет в институте в Тюменском. В пединституте тогда назывался. В 1958 году окончила школу и в 1958 году поступила в Тюменский педагогический институт. Тогда один единственный институт в Тюмени был. Учитель химии и биологии, основ сельского хозяйства. Работали в школе? Я работала в школе 11 лет. Потом перешла. В связи с тем, что часов было мало в школе, я ушла в больницу. Работала врачом лаборанта в биохимической лаборатории с 1974 года и до самой пенсии. Я работал, я всю свою жизнь связал с энергетикой. Он работал, а потом, когда мы поженились... Во сколько лет вы поженились? Мне было 24. А мне было без месяца 23. Пять лет, пока я училась, все, дружили только, только дружили, встречались. Он работал по районам, там проводили электрификацию, проводили свет в деревнях по районам, в Нижне-Тавдинском, в других там районах. А я, значит, училась, ну, когда он в отпуске, я на каникулах, значит, встречались. Через пять лет, когда я закончила институт, 18 июля был выпускной в институте, а 20 июля была свадьба. Но он был симпатичный, скромный. Потом из хорошей семьи, тоже много, значит, мать его учительница. Отец, правда, отчим, он бухгалтером на малозаводе работал. Полюбил, и все. Скажи, симпатичная была. Симпатичная, молодая. У нас двое детей, двое сыновей. Живут они в Тюмени. Один на верхнем бару, другой в центре, недалеко от Тюменского рынка. В домах своих двухэтажных живут. Трое внуков. То есть внуков один, а внучек двое, а правнуков четверо. Прожить 60 лет совместно, значит, конечно, как говорят в простонародье, были взгоды и невзгоды, всевозможные трудности вот эти с детьми на частных квартирах. Это уже трудность, значит, была. Когда получили благоустроенную квартиру, одну потом на расширение и свой дом, все преодолевали. Хозяйство держали, огород. Вы как-то сошлись с характерами. Или у вас какие-то секреты есть? Нет, мы противоположные люди. У меня вот лично деревенское воспитание. Мама воспитала нас как? Замужем надо терпеть. Ну, вот так сейчас молодежь не терпит. А вы считаете это правильно? Ну, это неправильно, конечно, сейчас не терпят. Вот. А куда деваться? Дети? Ну, хотелось бы, конечно, за те прожитые 60 лет, что я прожил с ней, сказать ей, конечно, большое спасибо за те прожитые годы, которые мы с ней прожили. Всяко в жизни бывали, как я уже говорил, взгоды идут взгоды. И трудности бывали, и прочее. Ну, все прошло. Большое спасибо за эти прожитые годы.